Отдых на море стал для группы инвалидов из Петербурга настоящим испытанием. Им бесплатно предоставили путевки в крымский санаторий, якобы приспособленные для людей с ограниченными возможностями. Но попробуйте представить, чего стоит сначала на коляске выбраться из номера на втором этаже. Дрифт не работает. Потом спуститься к воде, а в воду по скользким камням. В общем, максимум отдыха вдыхать морской воздух через окно. Наталья Дубровская чиновники доказывали, что это один из лучших вариантов. Спуститься к морю без посторонней помощи Евгений не может. Слишком крутой пандус. Приходится покинуть инвалидное кресло и воспользоваться костылями. Этот человек, как и 300 других, в том числе и с заболеваниями опорно-двигательной системы, приехал на крымский полуостров из Петербурга отдохнуть. Трудно, а вечером ноги болят. Не оборудованный вход в воду, дно усыпано крупной галькой. Человеку с деформированными стопами зайти туда необычайно трудно. В пансионате песчаная, что в 70 километрах от Эвпатории. Условия для комфортного отдыха инвалидов вообще достаточно условные. Состояние номеров оставляет желать лучшего. В санузлах раковины установлены прямо в душевых кабинках. Оттуда и проворные дети выбираются не иначе, как за что-нибудь держась. Ну и ванная с туалетом тоже как бы хотела желать лучшего. Даже лифт работает по странной схеме, не останавливаясь на некоторых этажах, где разместили людей с ограниченными возможностями, что, конечно, не может не возмущать. Лифт останавливается только на первом, четвертом, пятом и шестом этажах. То есть второй и третий этаж практически недоступны для пользования лифтом. И поэтому все инвалиды, которые пользуются инвалидными колясками, костылями, вынуждены перемещаться по лестницам. Дети и молодые люди с ограниченными возможностями в возрасте до 30 лет отправились на отдых за счет бюджетных средств Петербурга. Таким образом, только в этом году уже оздоровились 2000 человек. О неудобствах в Песчаном, в Комитете по образованию, ничего не знают. Ни одной информации о недовлетворительных условиях пребывания для данной категории, самоответственной для отдыха и оздоровления, не поступало. Поэтому речь идет о том, что есть определенные целевые заезды, и условия, в которые должны заезжать дети-инвалиды. Данный Центр отдыха и оздоровления, он соответствовал по решению комиссии данным условиям. В общественной организации, которая ведет активную работу с инвалидами, условия размещения, не лукавя, называют приемлемыми. Здесь с грустью отмечают, на постсоветском пространстве отыскать здравницы, полностью приспособленные к нуждам людей с ограниченными возможностями, практически невозможно. В каждом месте есть какие-то недочеты. Они даже в этом году, кроме Песчаного, еще посмотрели маяк, в который тоже отправляют деток на выбор. Они могли выбрать себе. Но все-таки остановились на Песчаном, как наиболее приспособленном. Министр курортов и туризма полуострова называют как минимум 10 оснащенных здравниц. Цена за путевку в них, понятно, выше. Однако и необходимые стандарты выдержаны. Чиновник заявил, в случае с Песчаным, который и не должен быть оборудован под нужды инвалидов, поскольку не является санаторием, то есть лечебным учреждением, работает мошенническая схема. Нерадивые операторы для того, чтобы выиграть в тендере, подают заведомо ложную информацию. Например, когда дети колясочники, конечно же, цена оздоровления таких детей значительно дороже, чем оздоровление не колясочников. Они покупают путевки для обыкновенных детей и продают их потом бюджету Российской Федерации уже как для детей-инвалидов с ограниченными физическими возможностями. При этом вот эту разницу пытаясь забрать себе. Организовывает поездки на юг детей-инвалидов фирма, выигравшая тендер. Там, говорят, на размещение в Песчаном до сих пор еще никто не жаловался. Мы выставили четыре базы для этого конкурса. Все базы предоставили свои документы, и, соответственно, они все сертифицированы. Если бы базы были не готовы для принятия этой категории детей, их бы туда просто не отправил бы никто. В администрации Петербурга пообещали разобраться в этой ситуации. В ближайшее время будет проведена внеплановая проверка условий проживания в Песчаном.